Доброе утро, дорогие трусные. Мы живем в Рибе. Вообще ничего не видно, посмотрите просто. Нужно потрогать все. Капец, у нас второй день такая фигня в Челябинске, у нас туман. Мой мужик увез меня в туман. Все, как и должно было быть. Смотрите, капец. Как так, а? Фу, вот дорога чуть-чуть идет и все, и ничего. И ничего. Как если мы куда-то поедали? Капец. Как фильм ужасов, ребят. Просто вышли со Стасом. Стас на работу поехал. Меня сейчас до Оли довезет, потому что что-то я сама очкую по туману ездить. Мне прям страшно. Мало ли не в тебя, так не ты, так в тебя. Поэтому Стас говорит, давай я тебя отвезу, уеду, потом заберу. Я говорю, давай. Реально, жуть. Вот у нас вот такая вот, вот такой туманище. Просто уже второй день. На улице влажность, бешеную. У меня даже кофта не высохла. Три дня на балконе висит, сушится. На волну, батарею повесить. А у нас отопление дали. Новости, новости. У нас дали отопление, думайте плохо, хорошо. На улице тоже тепло стало. Кайф. Сели в машину. Кто-то, знаете, этот находит трусы женские в машине, а я нахожу следы. Не замел следы, вам демсы ест, видите, втихаря. Погнали. Выгуливаю собак дорого. Обращайтесь. В общем, приехала до Ольги, пошла ее собачек выгулить. Смотрите, какие красивые у нее колюшечки. Вот в этом доме я раньше жила. Рядом. Здесь уже отгрохали школу. Когда я жила, школы здесь не было. Она просто огромная. Блин, нереальная. И тут садик, кстати, тоже построили. Тоже не было раньше садика. А вот эти вот недострои так и стоят уже сколько лет, Оль? Не помнишь? Лет пять, наверное. Лет пять. О, мы сейчас козу будем пасти. Смотрите, здесь тоже козы есть. Прикольно. Стоим, ждем Олю. Потому что я не знаю, стоит ли этих дурочек двух отпускать. Ну-ка, стоять. Соня и Стелла. Красотки. Потому что там, смотрите, там козы. Капец, блин, в городе козы. А здесь школа уже. Что, спускать их? Козы. Какая грация у этих собачошечек. Сонька. Соня. Красотки. Стелла. Ай, Стелла. Пойдем, пойдем, пойдем. Пошли. 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 Всем привет, дорогие друзья. Мы сейчас со Стасом. Свохотой ехал. Погода классная, кстати. Сегодня очень тепло, прям клево. Вот, в тоненьких, видите, кофточках, джинсовочках. Сейчас мы едем по делам быстренько съездить. Надо купить масло. Еще кое-куда заехать. И потом мы едем гулять. Так что оставайтесь с нами. Будем вам показывать уральскую осень. Туманы закончены. Солнышко светит. Кайф. Хотела с вами поделиться. Пока Стас за маслом ходит, покупает костюмы. Кто мне, девочки, спрашивал, где я покупала голубой костюм. Я еще взяла вот такой потоньше костюм. Белый. Контакты вам оставлю в описании под видео. Ссылочку на инстаграм. Делюсь, потому что костюмы реально крутые. Я купила, получается, голубой костюм взяла себе. Он такой более теплый. Вот этот костюм потоньше, но он тоже такой на флисике идет. Очень классный. Белый. С белыми штанами. Мега крутой. Самое клевое, что не вытягиваются колени. Поэтому смело с вами делюсь этим контактом. Я не жадная. Заходите, выбирайте, пользуйтесь на здоровье. Потому что отправка есть во все города России. Я специально узнавала для вас. Вот. Заказала еще парочку костюмов себе. Полинке заказала костюм. Должны прийти на следующей неделе. В съезжу. Покажу вам, какие есть там цвета новенькие. Что там есть. Костюмы реально мега крутые. Там помимо костюмов в этом магазине есть еще куча-куча-куча одежды. Различные и сумки, и куртки. Вот. И трикотаж, и вязаные изделия. Заказала себе комбинезон еще вязанный. Придет где-то в октябре, наверное, в конце октября. Вот. Мега крутой магазин. Короче, вот этот костюм стоит 1900. Всего 1900 на минуточку. Мой голубой костюм стоит 3300. Поэтому заходите, выбирайте. Можете прям смело написать. Девушку зовут Анастасия. Написать ей, что хотите костюм по качеству, например, как мой голубой. Прям как у Нины голубой напишите. Она меня знает. Уже мы с ней познакомились. Вот. Поэтому можете ей писать. Она вам поможет. Подберет расцветки. Есть различные. Вот мне прям не стыдно рекомендовать вам такой магазинчик. Вот. Это не реклама. Ни в коем случае не подумайте. Просто считаю, что это просто находка за такую цену. Купить такие клевые костюмы. И я девочка не жадная. Поэтому пользуйтесь. У меня песня заела. И снова седая ночь. Мы, короче, у нас осталось поменялись планом. Станислав Николаевич, вы хотели рассказать историю про шарики. Какую историю? Про шарики. Короче, мы приехали сейчас в МАК. Думаем, дай-ка поедим. Потому что нам нужно машину в сервис везти через час. Мы сейчас заехали, нам сказали, приезжайте через час. В общем, мы решили, что поблизости был только МАК. Заехать пообедать. Вот. И здесь, значит, автомаг. Стоит очередь из машины. И парень. А там его видно будет? Сейчас покажу. В общем, там за машину зашелся парень. А дает шарики. Ну, цветочки из шариков сделаны. У тебя там его не видать? Вот. В общем, мы пока стоим в очереди в МАК. За нами там еще толпа народов. И он в каждую машину ломится как бы этот. И говорит, типа, купите шарики. Мы такие говорим, нам не надо шарики. Он говорит, блин, я уже задолбался. Говорит, никто ничего не покупает. И вот мы просто сейчас едем и рассуждаем на эту тему со Стасом. Ну, как едем, стоим. Рассуждаем на эту тему. Вон, видите, чувак с шариками. Вот такие цветочки он из шариков продает. И Стас говорит, говорит, что ты, чувак, не то место выбрал. Не там ты эти шарики продаешь. Вот кому они здесь нужны, мне интересно. Вот люди приехали покушать в Макдональдс. Нет, теперь знайте, что если вам нужны шарики, едьте сюда. Он задолбался. Ну. Я просто Стасу говорю такая, Стасу говорю, если там шарики продаваться не будут, мы не поедем с тобой в Макдональдс. Не, ну, честно, логически, я понимаю, если бы он стоял у входа в Макдональдс, где люди с детьми, например, ходят и там продавал. А он ходит, где именно машины стоят. То есть, как бы, ну, логично, что у тебя никто ничего не купит. Вот. Вот такие у нас рассуждения интересные сегодня. Ах. Чего мы гулять-то сегодня? Получится у нас, Стас, или не получится? Как ты думаешь? Просто рука-лицо, блин. Конечно, получится. Сейчас мы все дела переделаем и пойдем гуляем. Ну, мне кажется, там уже за Дашей надо будет ехать и забирать ее и идти с ней гулять. Пока мы все переделаем. Так что оставайтесь с нами. В общем, сейчас покажем, что мы заказываем. У нас стандартный набор. Мы едем в Макдональдс. Мы Макдональдс не ели уже давно. Сразу говорю. Сколько мы не ели в Макдональдс? Месяца-полтора, наверное. Если не больше. Два. Мне кажется, в августе, может, последний раз где-то нет? Нет. Ну, не помню. Въекать, когда ездили. Ну, короче, давно, очень давно не ели в Макдональдс. И Стас говорит, ты что, говорит, будешь кушать? Я говорю, я по старой схеме. Я вообще, в принципе, есть не хочу. Но последние полчаса Нина говорит только про еду. Что ты будешь готовить? Что мы будем готовить? Давай это, давай то, давай. Я говорю, по-моему, кто-то очень сильно хочет есть. Ну, потому что мы утром только кофе попили и кашу съели. Да, так, чуть-чуть. Мы каши, короче, кастрюлю съели. Кастрюля каши и пять бананов. Ну, какие пять бананов? Кофе с бананом, потом каша с бананом. Все, по два банана. Четыре. И пятое он просто... Я, по-моему, он... Кто-то, по-моему, один там зажал, слупил бананов тихаря, нет? В общем, я есть не хочу. Ну, конечно, ты бананов налупился. В общем, время три часа дня и мне уже хочется кушать. Нет, а мы завтракали во сколько? В десять? В десять. Ну, время уже три, уже давно пора есть. Я не хочу еще. Ну, не ешь, я поем. Ну, короче, смысл в чем он? В том, что я говорю, я стандартный набор буду. Иссо в том, что Нина последние 30 минут говорит только про еду. А-а-а! Нинка просто есть хочет. В общем, я беру себе стандартный набор. У меня это будет Macomba Chicken Premier. Я беру обычный Chicken Premier. Сейчас там с новым соусом кантри какой-то есть, но я не хочу с новым соусом пробовать, потому что, мне кажется, гадость какая-то будет. Вот, я хочу насладиться этим вкусом-вкусным. У меня же струнки потекли, капец. У меня будет Chicken Premier. Картошка-фри. Сырный соус и апельсиновый сок. А ты что будешь? Биг Тести. Ты комбой будешь? Да. Или комбой с картошкой, сырным соусом, биг Тести и тоже сок? Нет, может просто биг Тести без картошки. Ты что, сдурел? Кто без картошки ест? А как же наша диета? Я нет. Картофельно-бургерная. Ты решил от нее отклониться? В общем, сейчас вам покажем, что мы возьмем. Будем обедать сегодня в Маке. Напишите в комментариях, вы любите Макдональдс? Я очень люблю. Осталось только еще сейчас полчаса в очереди. Будем стоять, если не больше. Вот он идет. Сейчас покажу. Там парень. Видели? Видали? Видали? Парень пошел. С одной стороны, хорошо, что он как-то пытается заработать. С другой стороны, не тот он бизнес выбрал. Да? Не знаю. Мне кажется, он лучше бы здесь салфетки одноразовые стоял, продавал бы эти влажные. И то больше народу бы, наверное, покупали. Вообще во время кризиса сложно прогнозируемая ситуация с бизнесом. Всякие бредовые идеи выстреливают. А то, над чем ты думаешь и размышляешь, все время наоборот. Короче, все непредсказуемо. Да. Во время кризиса идет передел рынка. Подожди, я это... Рынок поделили. Идет передел рынка. 90-е прошли, рынок поделили. Все. Нет, я просто говорю к тому, что в кризис не только люди как бы теряют деньги, а есть те, кто и зарабатывает. На масках. На антисептиках. На бактерицидных лампах. Ультрафиолетовые такие. Я, кстати, про них в последнее время достаточно много изучил всего. Что, нам стоит прикупить, наверное, лампу такую? Мы уже прикупили на работу. А домой? Так что я домой стерилизованный буду приходить. Ой, это замечательно. Я не буду бояться, что какую-нибудь фигню там подцепишь где-нибудь. Кто-нибудь покашляет на тебя. Я в нормальном смысле, что начинается там? Сейчас подумайте. На самом деле, через меня в течение дня достаточно много людей проходит. Все на том же. Я в зоне риска. В чернобыльской зоне риска нахожусь. Вот так вот. Прикиньте, я живу с человеком, который находится в зоне риска. Капец. 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 Что-то мы сегодня поехали. Короче, столько дел, столько дел были и нифига не сделали. Тебе не кажется? У меня не было дел. Ну, мои все дела. Что-то мы приехали, везде опоздали. Ничего не сделали. И машину мы решили просто так между делом загнать. Все. Ну, потому что масло купили. Стас долил масло. Там надо было долить его. А этот. И что-то давай в один сервис заедем там по пути. Вот давай. Заехали. Там все занято. И поехали еще другой сервис нашли. Ну и все. А другой сервис почему-то нас привел к Макдональдсу. Это знаки судьбы. Это был знак. Просто этот. Я пока ехала, я думала про Макдональдс. Это манифестировало мысли свои. Хотите вас тоже научу? Чтобы вас все дороги вели в Макдональдс. Я это умею. Ладно, ребят. Увидимся, когда все купим. Я вам покажу, что я люблю в Макдональдс. Но мы не одни такие. Вон сколько машин. Да вообще полно. Там просто очередина такая. Капец. При том, при всем, что сейчас рестораны и все открыто. А люди все равно по протоптанной дорожке. Но кто-то боится, например, сидеть в ресторанах. У кого-то времени не хватает. Кто-то просто любит Макдональдс. Кому-то и лень жопу из машины вытащить. И пройтись пешком. Заднюю включать. Нельзя заднюю включать. Ладно. Оставайтесь с нами. Мой любимый сырный соус. Картошечка. У Стаса там тоже кофе. Йогу взяли вместо сока. И биг тесте и чикен премьер. А так выглядит чикен премьер. Ух ты, смотри. Смотрите, какая. Приятного аппетита. Стаса, говорю, я очень рада, что сложились так обстоятельства. Потому что я прям кайфанулу от Макдональдса. А он говорит, смотри, говорит, приглашаем на работу. Там, говорит, бесплатно кормят. Он намекает, намекает, чтобы я себе работу нашла в Макдональдсе. Ну, хоть какое-то развлечение. Чтобы я развлекалась, понимаете. Сейчас кофеечек будем пить. Снимаешь? Сейчас меня задавят там. Малышку нашу. Кто-то, мне кажется, очень доволен, что ее гулять с собой взяли. Да? Гулять с собой взяли. Пошли, пошли. А кто там чихает? Кто там чихает? Белопресса и мордень. Пойдемте дальше. У нас, смотрите, везде. Здесь вот такие красивые желтые, желтые, зеленые цвета. Цветы. Цветы, хотела сказать. Цвета. А здесь уже такие прям осенние, красно-оранчевые. В общем, мы пришли на стадион погулять. Выгулять мадам. А то она истерику дома закатила, что мы без нее собрались. Вот. И она очень рада тому, что идет гулять. Погодка хорошая. Солнышко ушло, попрохватней стало. Но все равно хорошо на ручке. Стас зашел в кондитерскую, стоит там, выбирает. Мы с Дашкой стоим на улице, ждем его. В общем, у нас сегодня читмил какой-то весь день. Тома к Дональдсу. Сейчас какую-нибудь вкусняшечку к чаю хочет взять. В общем, сегодня у нас выходной полностью для желудка. Дарья, тебе что-нибудь перепадет? Как ты думаешь? Папа ждет стоит. Все, нагуляли. Сейчас возьмем какую-нибудь вкусность и пойдем домой. Что, прям какое-то сегодня состояние. Что взял? Тоже взял? Крендель с малиной? Мы сегодня едим помимо Макдональдса еще крендели с малиной. Я уже говорю, у нас какой-то читмил с тобой, или как он называется правильно? Когда день обжираловки. Когда ни в чем себе не отказываешь. Углеводный взрыв. Углеводный взрыв, да. Каша 5 злаков с бананом, кофе с бананом, Макдональдс и крендели с малиной. Капец. А это знаете, что это мне пишет в комментариях? Нина, ты опять начала поправляться все. Знаете почему? Потому что я слезала с диеты Макдональдс. Вот. Я полтора месяца Макдональдс не ела и начала поправляться. Так что срочно это сегодня исправила. Завтра минус 3 килограмма. Сто процентов. Макдональдс